Гончаров и Ленин – два брендовых имени Ульяновска, две знаменитые на весь мир личности. Переплетение их судеб, их произведения стали объектом обсуждения участников учёного совета в историко-мемориальном центре музея Гончарова. Прежде всего, были подведены промежуточные итоги передвижения выставки «Ульяновск. Родина двух Ильичей» по регионам страны. Этот партнёрский проект был создан и запущен Ульяновским областным краеведческим музеем и Ленинским мемориалом. Кроме величественной фигуры Владимира Ильича, здесь Симбирск был прославлен и Языковым, и Минаевым, и, конечно же, прежде всего, и Гончаровым, нашим героем сегодняшнего дня тоже. И хотелось привлечь внимание общественности к нашему уникальному городу. Не случайно вторым именем проекта был выбран Илья Ильич Обломов, герой гончаровского романа. Роман Обломов является одним из центральных произведений Ивана Александровича Гончарова. В центре музея писатель есть не только историко-документальная экспозиция, отражающая жизнь Гончарова в периоды написания романа, где все материалы соответствуют этому периоду. Также создана уникальная композиция, которая называется «Герои Гончарова в современном мире». Целый зал там носит неофициальное название «Музей Обломова». Там собраны материалы, представляющие Обломова в современном мире, в театральной сфере, в живописи, в сфере книгоиздательства. А также нам хорошо известно, что Обломов – это бренд, бренд мебельной сферы, бренд спортивной даже сферы, ресторанного бизнеса. Все эти материалы у нас есть, отражающие новейшую жизнь Обломова. На ученом совете было отмечено, что именно к этому произведению Владимир Ильич Ульянов-Ленин питал особый интерес. Ленин любил Обломова, и Обломова цитировал охотно. В цитатном отношении Обломов занимал третье место в работах Ленина «После мертвых душ» и «Горе от ума». Также было уделено внимание, пожалуй, одной из наименее изученных сторон направлений деятельности Владимира Ильича Ленина. Мало кто знает, что Ленин считал всю свою деятельность до 1917 года, до Октябрьской революции, литературной. И этому есть прекрасные доказательства. Он писал из статьи, причем он занимался литературной критикой. Его печатал в своем издательстве «Паруса» академик русской словесности Алексей Максимович Горький, его первые статьи, и посылал ему гонорар. Завершила работу ученого совета открытой дискуссии выступающих и гостей. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ.